здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков и сегодня у нас в гостях элита бурятского российского бокса в лице руководитель федерации бокса республики бурятия валерий клубович даржиев валерий клубович здравствуйте приветствую мастер спорта международного класса советского союза потомку банкеев по то добрый день и мастер спорта международного класса участница предстоящих каких по счету 26 олимпийских игр в париже в 1924 году который будет представлять сербию но на самом деле это воспитанница бурятского бокса наталья шадрина а то что в первых я хочу вас в первую очередь валерий пурбуч поздравить с вашими воспитанниками замечательные воспитанники потому что но не все к сожалению знают еще кто стоит у истоков современного развития бурятского бокса это вы это я без всяких как сказать комплиментов говорю да так который нафиг принципе никому не нужны потому что это на самом деле чистая правда если бы не вы я думаю и наташа будет занималась чем-нибудь другим не было бы сейчас звездой мирового уровня правильно вы согласны с моей такой в общем-то да наташ ты согласна очень коротко так поэтому по боксерски короткий справа слева все валерий пурбуч какие вот надежды вы связываете не только с наталья с подрастающим поколением я знаю вы ведете очень много ребятишек девочек мальчиков которые приходят в секции и занимаетесь выбираете причем сами да ну то есть не выбираете осматриваете вот их кто талантлив кто менее талантлив кто пускай ходит занимается спортом лишь бы не болтался на улице как у вас этот процесс построен вообще вообще главная задача моя конечно это масса это первую очередь но во вторых чтобы республику знали что было мотивацию молодых людей детей обязательно нужно чтобы наши спортсмены были на самом высшем уровне чемпионатах мира европы и конечно олимпийских игр я считаю что наша республика наших спортсменов будут знать сколько находится на самом высоком пьедестале вот сегодня наташа у нас 1 из бурятии я даже не знаю из россии кто еще завоевал путевку на олимпийские игры первая наташа который не путевку да и мы все будем за тебя естественно болеть но до этого еще далеко еще дорожку присядем здесь я надеюсь что будет такая у нас возможность потом скажи с девушками работу сложно ты видишь ты лично тренера наталья так понимаю здесь или тебе все равно с кем работать у них же вообще все по-другому устроено у этих детенков есть нюансы на так в целом у нас в бокс это вот олимпийский бокс у нас правила одни и те же ну и конечно с девушками немного иной подход а так все то же самое что ты имеешь ввиду под другим подходом ну-ка здесь поподробнее расскажи ну здесь надо где-то похвалить да где-то подбодрить лучше хвалить то есть больше пряниками парнями наоборот да с парнями попроще скажу а у тебя много вот воспитанников с прицелом на будущее век спортсменов тем более в таких тяжелейших видах спорта как вольная борьба не дай бог да надо обязательно помянуть как вольная борьба бокс наши как традиционные виды спорта тяжелейших спортивный век очень коротко редко кто там в 35 выходит на ринг это ну прям единичный случай есть смена растет на нас спортивном клубе нам толк массовость у нас зале всегда двери открыты все кто желающим могут приходить нет такого чтобы конкретно там мы работали там конечно индивидуальная работа всегда ведется но так массовость до дети приходят всех кто приходит все занимаются у нас залы и сразу пользуясь случаем сразу скажу что спортивной школе номер одиннадцать на комсомольского соседей всегда двери открыты всех желающих я хочу чтобы ты продолжил что нужно при себе видеть ребенку который хочет каникул скоро закончится дайте не пойдут школу соответственно у родителей начнет болеть голова куда дальше в смысле ребенка отдавать который после школы ему заняться нечто что нужно ребенку родители точнее скажем которые приведут там во сколько лет это первое желательно привести ребенка в секцию бокса и второе что он должен собой ведь сразу перчатки боксерки там капу вот у нас набираем с 10 с 11 лет так конечно там родители приводят из 8 лет мы решили тоже группу скажем так начинающих с 8 лет берем отдельно занимаемся они отдельно по своему возрасту работают а то что с собой что иметь у нас все необходимое есть поэтому спасибо нашему цсп минспорт у нас по субсидиям получаем инвентарь и экипировку все необходимое все есть с родители что требуется чтобы здоровый был ребенок медицинская справка медицинская справка что не разрешает разрешается ему посещать секцию бокс все остальное пожалуйста удобно форма одежды своя как хотят как хочет ребенок и все пожалуйста приходить понял наташ ты уж прости что тебе последний очень страшно я всегда по кругу задаю на все правильно положено конечно же буддийской республики все-таки же у нас все по солнцу должен делаться наташ ты серебряный призер европейских игр расскажи о том как прошли европейские игры где они проходили потому что не все к сожалению знает да и как ты пробилась финал и почему ты не завоевала золото я так думаю ты расстроила вот и валерий пуговича и потом онкло начнем сначала самого я точно расстроил себя уж совсем молча европейские игры проходили в польше в городе кракове но самое интересное что всех боксеров увезли в горы до в горы закопаны тогда там такая высота была средний горе примерно где-то говоря вот мы там все жили и ездили там соседний городок там уже проводили сами соревнования новый так большие поэтому такая там немножко была обстановка мы как бы отдельно от всех были и я считаю это да наоборот даже было классно и природа красивые воздух и можно было отличие вот потому что я видела олимпийскую деревню в самом городе в кракове там просто муравейники огромные большие дома общежития тесно места мало дышать нечем тоже лето же жара вот поэтому в этом плане было классно все ну и сами конечно соревнования не было конечно прям помпезности на самом деле да и в этом тоже был плюс свой мы не заморачивались не 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 было вот этого груза такого но как обычно она бывает на чемпионатах мира европы на олимпийских играх тут и заморачиваешься а тут спокойно тренировались отдыхали выступали да ну и с питанием соответственно это кстати самое главное одно из самых главных составляющих потому что многие корректируют свой вес кто-то гоняет кто-то гоняет в этом плане мне как бы удалось как бы грамотно подойти к этому делу вот конечно и тренеры у меня как бы сказать тоже есть можно сказать нутрициллолог да с которым я советуюсь как питаться что нужно кушать что не нужно но это вот специалист по питанию по спортивному есть по спортивному питанию есть разные вот поэтому мы как бы составлять такой план еды ну и я постоянно как связи держала связь и советовалась где-то но и конечно опыт у меня тоже как бы есть в этом деле поэтому проблем не было богу замечательно рейд помощь я знаю что вы мыслите стратегически не тактически к счастью для всех нас любители спорта сейчас вы добились уже практически очень много вода есть но есть шаверина есть корша есть еще очень много спортсменов которые благодаря вашим усилиям в том числе ну в первую очередь на вашем усилием уже добились многого дальше а нет такой такого желания обратиться к персональному есть огромное желание потому что все таки ну наверно нельзя все ли мы только вот вот эта дорога по этой дороге идти профессионально очень очень интересно профессиональный бокс потому что ну во первых это зрелищно во первых это шоу во вторых ребятам могут немного заработать денег сами поэтому и народ привлекает шоу да поэтому мы сегодня выбираем этот путь и я думаю что со следующих уже планах есть пока не буду говорить в планах есть мы обязательно будем проводить профессиональные бои у нас здесь в ламбе будем выезжать и здесь будем проводить то есть если примете ребята которые уже готовы 12 раундов отстоять да это живет я я себе лично потом куты действующий ты действующий по форме видно насколько это тяжело это как раз в четыре раза тяжелее чем любительский бокс или нет с нами больше на совсем на другую совсем другой подход другая подготовка там нагрузки совсем другие ясно а то что ты готов будешь повторить там пути я не знаю рогозин это единственная женщина которую я знаю всем боксе на самом деле женщин профессионалов немало боксе вот я бы да хотел попробовать а ты представляешь какие там нагрузки ну конечно что но тут еще знаете вот часто говорили мне что у меня больше манера на профессионального боксера похоже чем на любителя ты вынуждаешь соперниц изматываешь соперниц я слишком долго думаю но там конечно 12 раундов все дайте на но у женщин вроде бы 10g максимум сначала 4 6 начинается но почему нет попробовать можем то есть ты свою спортивную карьеру в ближайшем ближайшей перспективе завершение не видишь никак ну я знаю как знаете перспектива конечно она есть всегда но тут сначала самое главное решить а там дальше посмотрим сейчас проходит традиционный турнир всероссийский до врачу международный до сих пор статус международного турнира байкал памяти наших великих чемпионов владимира константиновича сафронова электронно течь баранникова об этом турнире несколько слов буквально я естественно знаешь вы главный там организации турнир на это конечно из того чтобы люди не забывали героев не забывали героев потому что большому сожалению молодежь увлекается иными делами и порой мы забываем таких великих людей это во первых во вторых конечно он традиционный турнир он традиционный турнир мастерский турнир и у нас конечно желание есть всегда турнире чтобы кто-то из наших бойцов выполнен на мотив мастера спорта это тоже очень важно для спортсмена имеет значок мастера спорта очень красиво во вторых некоторые ставят цель только например мастер спорта мы же не возражаем мастер спорта все на этом допустим закончил он считает что дело в своей жизни сделал мастер спорта красиво ну и в третьих конечно мы хотим чтобы популяризация бокса конечно потому что наш бокс как вы сказали такой тяжелый сложный по голове и по телу особо никто не хочет получать все хотят заниматься шоу имитации обозначение и прочее но вот но вот мы хотим показать что девушки у нас есть хорошие ребята есть показать ориентир вот для чего как потому как ты как тренер как подходишь только человек не выставил турнир байкал и каким тебя плане перспективы связано сколько мастера спорта думаешь получится твоих воспитанников или их там нет и эти достаточно одной шапки у нас от школы выступает ребята да и девушки и мальчики парни ребята выступают вчера кстати вручение очередного мастера спорта россии это нашему воспитаннику нашей школы альберту готовую министр спорта наш выпускник вручал да на сцене вручал звание мастера спорта альберту готовы иван валерьевич лично вручил ясно ты доволен такими доволен я видел на сам бренки ну конечно там планы огромные наш президент говорит что впереди европа мир олимпийские игры впереди чемпионат россии хабаровский будет проходить он сейчас уже в рамках подготовки этот турнир у нас эти лидеры у нас здесь выступит пару боев проведет сколько повезете туда человек у нас 6 человек ожидается это байрбатлаев 51 килограмм 54 килограмма альберго таулин и сергей мошкиев киженкинский парень тоже молодой девятнадцать лет 61 цыгиков все три с половиной сандан сандана саванура и нас еще кто же если финалистов если финалистов будут допускать то разували а еще айсуев сундугар ну где-то 6 7 человек наташ ты на турнире байкал в качестве почетного гостя эксперта там вообще ну качестве гостя качестве почем конечно я знаете но байкале сама боксировала сколько раз еще самого начала спортивной карьеры как валерий пурбович сказал что это традиционный турнир для нас это всегда был такой да и международные все российские конечно мы всегда выступали и сейчас и каждый год я буду я боксировать или не буду я обязательно буду там неважно в каком качестве гости кого ты еще это для меня события очень важно конечно а у тебя не вот сейчас нет желания да там кто-то на ринге в ринге бьется тебя нет желания ну вот когда ты отдыхаешь много а потом так видишь очень хочется иногда ты думаешь вот я вот вот сейчас вот сейчас вот на данный момент конечно хочется прям отдохнуть от бокса нет всего от суеты отойти и спокойно просто восстановиться и работать я отдыхаю дома со семьей на самом деле это сам такой отдых я с района почему почему же на диване я когда как по-разному на думают всякие дела бывать в деревне где-то в посидеть меня сильно-сильно конечно да не нагружает ты же приехал домой тут мы тебя будем но я пока где-то езжу картошку за меня там уже кучу я на сливки приезжаю так конечно вот побыть дома семьей в родные края съездить на природу насладиться это вообще самый только отдых я считаю но для меня удар сейчас да перед польшей я на неделю приезжала я просто зарядилась вот конкретно хоть на недельку да тут же как бы с мамой увидеться и все это на самом деле очень заряжает друзья уважаемые с вами очень приятно общаться вообще доставляет огромное удовольствие по моему довольному лицу видно но к сожалению время программа она такое короче на не укорочено смысле стабилизированные нельзя ни больше ни меньше сделать программу хотелось бы конечно побольше но сейчас я пойду против правил и я хочу чтобы начать слова которые вы обратите нашим к нашим зрителям со своими словами на то что хочу начать с тебя ну потому что ты была тогда последний сейчас будешь первое вот эта камера пожалуйста говорит все что ты посчитаешь нужным нашим уважаемым дорогим телезрителям все что прям пожелаю просто пожелаю что пожелаешь чтобы за тебя болит уже готовились заранее заранее готовились да но я прежде всего хочу пожелать всем здоровья и благополучия это в первую очередь мои земляки которые всегда меня поддерживают болеют за меня и не как это сказать все это делается во славу спорта во славу бурете во славу родины в развитии пропаганда бокса и вообще ну показать того что спорт это не просто какое-то развлечение или какое-то хобби это наша жизнь и хочется конечно подать пример для подрастающей молодежи для всех вот что еще хочу сказать в общем занимайтесь да занимайтесь спортом прививайте детям любовь к спорту потому что здоровье это вообще самое главное на самом деле если даже не профессиональным спортом не каким-то можно заниматься физкультурой хоть чем но лишь бы ребенок был заинтересован вот и что еще такого сказать вот поэтому я хочу подойти какому-то выводу в конце то вот это даже на глобальном таком уровне здоровье наших детей здоровье будущего настоящего то есть все начинается сейчас чтобы потом у нас были здоровые дети все было хорошо всех прессе говорю да очень хорошего потомку пожалуйста всем кто поддерживает и поддерживал всем спасибо у нас есть нашей республики у наших всех болельщиков есть лицензия квалификация на олимпийские игры это здорово всем кто в это у нас наши общей дружной большой команде всем большое спасибо это и цсп и минспорта наш клуб родной всем болельщикам вам наши уважаемые земляки родные и сейчас пользуясь случаем приглашаем на турнир наш традиционный уже пятьдесят третий раз проводится байкал памяти наших выдающихся наших чемпионов лентон кенча и владимир сафронова олимпийский первый олимпийский чемпион советского союза и наш уроженец из бурятии всех приглашаем будут зрелищные красивые бои будут и немаловажно дарим айфон каждому даем шанс кто придет на финальные бои и выиграете айфон точно пойду ни разу айфон в руках не бежал Валерий Бурбович пожалуйста Наташа доказала что простая девочка из рядовой деревни Селебинского района Гусеневого озера может участвовать в олимпийских играх Париже В Париже В Париже Говорят же Побыть в Париже и умереть Нет 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 Мне в этом закончу Поэтому это высшее достижение поехать в Париж еще в качестве участника олимпийских игры Поэтому все возможно и невозможно ничего нет Занимайтесь спортом будьте здоровы Спасибо большое А можно я еще скажу Да пожалуйста Да я просто хочу еще присоединиться да к словам благодарности и сказанным моим тренером Батумом Куланкеевым и даже Валеру Пробовичу. И тоже выразить огромную благодарность, чтобы все знали. Да, и это просто, у меня до сих пор эмоции распирает. Может быть, я такая спокойная с виду, а до сих пор они так распирают. Я не успеваю сказать всего, я всегда говорю много, поэтому... И, конечно же, большой всем привет, кто меня знает, можно так сказать. Всем, кто... моей семье, моей маме, всем моим друзьям, огромный-огромный привет. Спасибо, Наташа. Спасибо, уважаемые друзья. Очень приятно, еще раз подчеркиваю, это подчеркиваю всегда, буду подчеркивать, очень приятно общаться с вами. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостями программы «Актуальная тема на ТВ» были руководители Федерации бокса Республики Бурятия, меценат, которые поддерживают не только, кстати, бокс, да, Валерий Павлович, но и другие виды спорта, их сейчас, наверное, всех не перечислишь. Возможно, и это очень прям мне еле и в уши, что Валерий Павлович, возможно, поддерживает и баскетбол в дальнейшем, и футбол, есть такие планы. Я, может, заранее сказал, ничего страшного же, да, Валерий Павлович? Я думаю, что должны люди знать. Батон Мунко Ванкеев, мастер спорта международного класса Советского Союза, это я подчеркиваю, буду подчеркивать, это значит, маленько другого уровня, согласись, я, правда? Да, да, да. Директор детской спортивной школы номер один с Олимпийского резерва, насколько я знаю, который называется «Ринг», и личный тренер Натальи Шадрина. И Наталья Шадрина, я просто скажу, участница предстоящих Олимпийских игр в Париже. Огромное вам спасибо, успехов, удачи. Ну, Наташа, мы за тебя все будем болеть, я даже боюсь, что ладошки отобьем. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема» на АТВ, я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся на турнире «Байкал-2020». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова